Good morning. Мы будем обсуждать роль данных в прогрессе общества и устойчивом развитии общества. Мы будем говорить об эффективных механизмах развития общества и о том, как региональные сотрудничества могут способствовать дальнейшему развитию в этом направлении. Мы будем говорить о том, как глобальный юг и глобальный север работают вместе. Мы рассмотрим вопрос целесообразности, необходимости формирования глобальной парадигмы. Кроме того, мы рассмотрим вопрос обеспечения правоприменения в области управления данными и, в частности, стратегии по управлению данными. Мы также рассмотрим культуру управления данными на правительственном уровне, оценочные методики, направленные на совершенствование политики защиты данных, проанализируем возможности механизмов управления данными с тем, чтобы увеличить прозрачность и подотчетность в экосистеме данных. И рассмотрим, что такое ответственное использование данных в нашем обществе, что это означает. И мы также рассмотрим вопрос и проблемы фрагментации и сопряженные с этим вызовы. Меня зовут Заню Затиса. Я представляю ЮАР, группу технологий. Это консультационная группа, которая предоставляет консультацию в области ИКТ, как частному, так и государственному сектору. У нас есть клиенты и в том, и в другом секторе. Я буду ведущей этой сессии, которая называется «Управление данными для интернета», к которому мы стремимся. И добро пожаловать всем в Киото. Со мной еще одна соведущая онлайн из США, Джудит Хеллерштайн. И со мной здесь несколько экспертов. Я для начала хочу, чтобы мои замечательные коллеги здесь представились. И для этого я задам вам вопрос. Объясните, пожалуйста, с региональной перспективы, какие механизмы существуют у вас в регионе или в вашей местности, и эффективны ли они. Начните, пожалуйста, с представления, как вас зовут, откуда вы, и расскажите о ваших региональных или локальных механизмах, и эффективны ли они, на ваш взгляд. Спасибо. Меня зовут Чарльз Шаабан. Я представляю IGF в Ближнем Востоке и Азиордании. В ответ на ваш вопрос, да, действительно, есть много законов в регионе, которые обращены на управление интернетом и данными в целом. И, конечно, большое количество этого законодательства направлено на обеспечение безопасности данных. Это важный вопрос для нас. Но для того, чтобы быть практичными, можно сказать, что эти законы зачастую существуют на бумаге, не обязательно обеспечено должное право применения. И я хочу сказать, что в следующем году, в феврале, мы будем проводить IGF для арабских стран. Мы, в частности, будем и об этом говорить. И я хотел бы сейчас зачитать короткий абзац, который дает описание этой области, о которой мы сейчас говорим, области правления данных. Важность данных растет. И ценность организации сегодня измеряется данными, которые она собирает, и ее пользователями. Данные сегодня становятся сами по себе объектами вертикальной экономики. Они обеспечивают монетизацию. И по мере того, как приемлемо для организации извлекать пользу из данных, которые они получают от частных лиц, тем не менее, это их обязанность обеспечивать собранные данные и обеспечивать их конфиденциальность. Это важно, потому что собранные данные относятся не только к биометрическим данным такого частного лица, но включают и данные о демографии, поведении, привычках и прочем. Поэтому сегодня мы видим эту тенденцию в киберпространстве. Поэтому мы должны обеспечить ситуацию, когда люди знают, какие данные о них собираются, что с ними далее происходит, как они обрабатываются и как используются. У них должно быть право эти данные рассматривать, оценивать и опровергать предоставление таких данных и дальнейшее использование таких данных. Даже в рамках арабского IGF мы активно занимаемся этими вопросами. Надеюсь, что будут введены в действие более жесткие законы. Спасибо. Добрый день. Алисон Гилвор из аналитического центра из Кейптауна, ЮАР. Я также работаю в университете Кейптауна, школа имени Нельсона Мандела. Я представляю африканский IGF. Сегодня меня попросили выступить на тему политики в области данных, рамочной политики, которая существует на африканском континенте. Говоря о доверии, достоверности, сейчас много говорят о механизмах, которые сейчас имеются. Но все эти вещи строятся на предположении, что существуют уже зрелые рынки, верховенство права, высокий уровень развития человеческих ресурсов. Но не во всех странах сложилась такая ситуация, и не во всех странах имеются такие условия. Политика в области данных Африканского Союза признает среду, в которой функционирует этот альянс. И это очень важный документ, опирающийся на принципы прав человека. Очень важный документ, который позволяет постепенно реализовывать нам различные цели в области развития. Что касается рамочной политики в области личных данных, то она гораздо шире, нежели чем просто законы о защите данных. Здесь учтены рекомендации GDPR. И он также касается как личных, так и неличных данных. А также подчеркивается важность создания заслуживающей доверия среды. И рамочные механизмы по управлению данными затравили такие вопросы, как контроль доступа, необходимые механизмы управления данными, чтобы создать эффективную экономику данных на Африканском континенте. Кроме того, очень важно, что этот документ признает цифровую готовность и готовность в области плав человека. И здесь я хочу отметить следующее, что только одна треть африканцев подключена к интернету. Поэтому сейчас эта среда, к сожалению, является эксклюзивной. То есть она исключает участие очень многих. Поэтому требуются законы, которые бы помогали улучшить ситуацию. В этом контексте признается важность инклюзии, равенства доступа, а также необходимость создания благоприятной среды, что совпадает с мыслями о безопасности данных и защите данных. Это создает, конечно же, условия для выстраивания доверия, но этого недостаточно важно, чтобы была создана соответствующая благоприятная нормативно-правовая среда. Спасибо, Алисон. Следующий вопрос задаю Раулю из Киберия из Уругвая. В вашем регионе, Латинской Америки, какие существуют механизмы и эффективны ли они? Здравствуйте, я Раулю Сиберия. Я исполнительный директор Латиноамериканской ассоциации интернета. Это ассоциация частного сектора. Но здесь я представляю АДЖЕФ, Латинская Америка, Карибский бассейн. Латинская Америка – это регион, который имеет рамочные механизмы по защите данных. Здесь важно также учитывать то, что у нас есть такой важный документ, на который мы всегда ссылаемся, как интерамериканский, межамериканский договор о правах человека. И здесь также хочется отметить, что у нас есть соответствующие правовые институты. В большинстве стран есть собственные законы о защите личных данных. Большинство учреждений или организаций, которые занимаются защитой личных данных, они независимы. И законодательство в области защиты прав человека во многом перекликается с GDPR. И я считаю, что, например, даже в Бразилии недавно принятый закон уже является еще примером улучшения нормативно-правовой среды с отсылкой к GDPR. Большинство стран сейчас обновляют свои нормативно-правовые рамки. И даже те страны, которые выступали первопроходцами в этой области, нередко и их законодательство устаревает и требует обновления. Проводится множество дискуссий в разных странах относительно необходимости обновления законодательства. Это очень важный момент. Иногда мы говорим о том, что мы живем в экономике, основанной на данных. Это не совсем так. Я считаю, что мы живем в обществе, основанном на данных. Не только речь идет об экономике, но и обществе тоже, потому что данные нужны для всего. От тех услуг, которые нам предоставляет государственный сектор, до образования и многого другого. Поэтому очень важно иметь прочные нормативно-правовые рамки для управления данными, что представляет собой множество возможностей. Но это необходимо делать в заслуживающей доверии среди. Обращаюсь и к Чан Чину. Расскажите, пожалуйста, о вашем регионе, о том, что происходит у вас, эффективно ли проводится работа. Здравствуйте. Это отвечает Люсьен Касте. Я представляю французский АДЖФ и переключаюсь на французский. Приветствую всех. Начну, пожалуй, с того, что представлюсь. Меня зовут Люсьен Кастекс. Я представитель по связям с общественностью и представляю французский АДЖФ. Я хочу сначала процитировать одного философа, который говорил, что философия – это инструмент борьбы с чародейством. В данном случае мы говорим о том, что интернет – это то место, где как никогда важно управление данными. Интернет, к которому мы стремимся. Как определить те терминологии, те вещи, в той среде, в которой существуют? Что означает доверие, о которых мы говорим? Что означает доверять чему-то? Необходимо задать себе этот вопрос. Далее. Говоря о том, что мы используем каждый день, иногда даже не замечая этого, но при этом мы еще и по факту не выстроили эту систему не только с технической точки зрения, но и с точки зрения общества тоже. Необходимо найти равновесие между безопасностью в киберпространстве, но также защиты фундаментальных, основополагающих прав человека и свобод. Это сложнейшая задача, она находится на пересечении всех наших усилий. Это не только повестка дня в области устойчивого развития на период 2030 года, но также повестка в УИО плюс 20, и все это происходит на фоне договоров о создании глобального цифрового договора. В странах существуют различные виды законодательства, ряд из них сейчас обсуждается, некоторые уже введены вследствие. GDPR уже действует несколько лет и оказывают существенное влияние. Сейчас громче звучат голоса относительно необходимости должного регулирования искусственного интеллекта, необходимости подписания законов о защите личных данных. Это делается для обеспечения участия не только государственных органов, но и граждан для управления данными. И здесь важным является то, что здесь играют роль все, включая простых граждан. Существуют стратегии, которые должны быть развернуты не только в области начального и среднего образования, но также на протяжении всей нашей жизни. Потому что сначала необходимо понять, а затем предпринять действия. Поэтому важно понимать, что стоит на кону и что стоит за данными. Это необходимо делать в прозрачной манере. Например, во Франции у нас есть законодательство, направленное на борьбу с манипулированием данными в 2018 году. Это одно. Еще примером являются законы по борьбе с ненавистью онлайн и также законы о защите детей в интернете. Все это крайне важные вопросы. Конечно же, это очень важно для нас. И в рамках регионального GDPR и аналогов на национальном уровне и международном тоже. Необходимо продолжать следовать общему видению, которое позволяет представить все наши культуры во всем их разнообразии. Пожалуйста, обращаюсь к следующему докладчику. Расскажите, пожалуйста, в вашем регионе, какие механизмы у вас существуют с точки зрения управления данными и доверия. Дамы и господа, для меня это прекрасная возможность поделиться информацией с вами. Фокус на безопасность данных, точность данных и их своевременность. Я представляю Китай. Меня зовут Лю Чхуан. Я представляю Китайскую академию наук. Китай – большая страна с большим населением. У нас многие занимаются исследованиями. И нам, конечно же, необходим большой объем данных для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Как данные помогают инновационному развитию нашей страны? Здесь первый важный элемент – это качество данных. Как мы можем расширить доступность высококачественных данных? Это сложная проблема. Сейчас ученые проводят множественные исследования, но при этом продукты, связанные с интеллектуальной собственностью, и защита прав интеллектуальной собственности. Все эти вопросы являются предметом обсуждения. Уже около 20 лет в Китае, наконец, было принято решение следовать политике открытых научных данных. Это национальная политика. Соответствующим образом была создана инфраструктура. Это дата-центры. Мы публикуем данные. 9 лет назад был создан специальный аналитический центр. Также мы следуем принципам, руководящим указаниям, мерам политики, стандартам и процедурами управления в этой области. На сегодняшний день опубликовано уже свыше тысячи таких докладов, и доступ к ним открыт для всех. Уже свыше 100 стран пользовались продуктами наших исследований. Мы получили в 2018 году приз в УИО «Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества» за нашу работу. Стали лауреатом премии. Здесь речь идет о большом количестве данных. Поэтому сложно иногда определить, какие данные являются качественными, какие можно передавать другим пользователям. Это ключевой вопрос управления данными. Еще одной сложностью является то, что терабайты и терабайты данных уже сейчас существуют. Но как их предоставлять? Как сделать так, чтобы этими продуктами, этими данными могли пользоваться не только государственные органы, но даже все, включая сельское население? Мы поэтому запустили программу, которую мы называем GIES, то есть географические индикаторы, окружающая среда и устойчивое развитие. Множество партнеров подключилось к этой программе. Речь идет об открытых данных с упрощенным доступом. Таким образом, там используются такие технологии, как большие данные и интернет вещей вместе с принципами систематизированного управления. И есть множество примеров того, как, например, жители сельских районов подключились к этой программе и получили прямую пользу, так как у них была возможность воспользоваться данными. И таким же образом потребители тоже получили пользу. С нами работает ФАО, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. И также у нас есть программа «Одна страна – один приоритет». Несколько стран уже подключились к этой программе и пользуются нашей информацией в определениях национальной политики в области сельскохозяйственного развития. Это Бангладеш, Бутан, Непал, Папуа-Новая Гвинея и ряд других государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Дамы и господа, наступило время данных. Конечно же, есть сложности, но возможностей тоже много. Как вызовы, так и возможности. Выбора у нас сейчас нет, кроме как построить правильные надлежащие рамочные механизмы для сбора, обмена данными. Мы работаем по всему миру и готовы делиться со всем миром. Спасибо. Очень интересные мысли прозвучили. Что работает, какие механизмы работают в разных регионах. Мне кажется, мы закончили на очень хорошей ноте, где речь идет фактически о создании некого общего механизма, такого маркетплейса данных. Мы говорим о соглашениях о свободной торговле данных, как это выглядит с точки зрения данных, как мы можем обеспечить эффективность такого законодательства и также обеспечить экономическое развитие Африки, учитывая проблематику, связанную с данными. Я считаю, что это очень важный аспект политики в области данных на африканском континенте. Если мы посмотрим на рамочные механизмы защиты данных, то они делают большой упор на индивидуализированные представления о правах первого поколения. То есть здесь также встает вопрос свободы доступа к информации. Поэтому здесь важно найти правильное равновесие между правами разного уровня. Это первое. То есть есть такие индивидуализированные понятия, которые мы позаимствовали с GDPR. Далее понятие информированного согласия. Далее здесь важно также признать необходимость, так как это предоставляет множество возможностей в области свободы торговли, единого церковного рынка. Так вот, важно признать такую ситуацию и привлечь внимание к вопросу доверия, потому что права второго и третьего поколения тоже должны признаваться в этом процессе. Я думаю, что если вы обратите внимание на эту рамочную структуру, то вы увидите там вопросы, касающиеся доступа к данным, касающиеся того, чтобы мы на континенте отошли от узких принципов национальной суверенности и локализации. И я здесь говорю о том, что именно необходим свободный поток, потому что сегодня у нас 90% наблюдается асимметричный трафик на континенте. И поэтому работа Африканского союза сегодня – это работа, которая находится на фазе осуществления, и у нас есть план действий, который является дорожной картой и для правительств стран, входящих в Африканский союз. Мы поддерживаем вопрос регулирования управления данными на континенте, и я думаю, что важный вопрос здесь – это понимать, что управление данными подразумевает множество других вопросов. И мы сегодня в Африке видим, какой это разнообразный континент, и в этой связи и влияние на то, как управляются данные, тоже с разных сторон происходит, и эти факторы неравномерно распределены по континенту. И мы хотим как раз обеспечить более равное развитие, более близкие уровни развития в том, что касается управления данными в разных странах. Спасибо. Я рада, что вы затронули такие важные вопросы, как поток данных и как обеспечение более равного и похожего рынка, унифицированного пространства на континенте. Я хотела бы теперь, чтобы, может быть, вы объяснили аудитории важные вопросы отношения между доверием и обработкой данных, а также управлением данных и системами названия доменов. Спасибо. Да, действительно, то, что сейчас говорил мой коллега до меня, как раз пример того, как это осуществляется в реальном мире. И, например, мы видим сегодня, что когда регистрируется интеллектуальная собственность, то регистрируется также и домен. Это зарегистрированная торговая марка. Но при этом определений этому много. Есть и европейское определение. В Иордании недавно появилось законодательство по охране конфиденциальных данных. И я думаю, что, опять-таки, такое же законодательство должно распространяться и на систему имен доменов. И я думаю, что здесь нужно понимать, что это частные данные, которые требуют защиты. И конфиденциальность таких данных чрезвычайно важна. И нужно эту концепцию во всей нашей работе, во всех процессах соблюдать. В ИКАН, например, эти процессы уже 20 лет как работают, и поэтому в службе имен доменов это актуальный вопрос. Я думаю, что нужно иметь процесс для того, как мы можем связаться с тем, кто... Как мы можем выйти на того, кто злоупотребляет, может быть, каким-то именем домена в результате атаки. Я думаю, что мы видим улучшение, но при этом это достаточно широкий подход сегодня, потому что мы говорим о международном подходе, когда задействован, например, Интерпол, когда мы говорим о ком-то, кто завладел незаконно доменом и имеет какую-то вредную деятельность, вредоносные какие-то практики. И такого злоумышленника можно проследить, если будут существовать такие протоколы. Это все очень практичные вопросы, и вы сразу к делу перешли. Спасибо за это. Хотела бы теперь перейти к вопросу контроля качества и вопросам исследования. Оба предыдущих оратора говорили о том, каким важным становится сейчас это пространство. Мы уже поговорили об экономическом аспекте, мы уже поговорили о вопросах, которые актуальны для службы названия доменов. И я думаю, что здесь нужно четко разделять эти вопросы, и как именно это будет влиять в дальнейшем на создание рабочих мест, на то, как мы будем общаться, как вообще будет организована наша жизнь в будущем, и как это будет отличаться от того, как мы живем сегодня. Что показывают ваши исследования? Да, это хороший вопрос. Контроль за качеством подразумевает три этапа. Первый из них – это рамочная структура или реквозящие принципы работы, стандарты, процедуры и предварительный просмотр. Это и включает в себя три этапа. Итак, это первое, когда мы говорим о рамочной структуре, о процедурах. Далее, второе – нужна профессиональная команда, которая может этот мониторинг обеспечивать. У нас есть программа обучения. При поступлении новых данных мы обновляем эту программу и регулярно проводим сессии обучения. Не только для тех, кто занимается мониторингом, но и для пользователей существуют обучающие курсы. Они в том числе открыты для общества. После того, как готова такая программа, мы смотрим, насколько она соответствует стандартам качества. Мне кажется, это ключевым моментом. Если мы контролируем качество и данные пользователей, то я уже считаю, что наша работа сделана. Да, действительно, я с вами согласна, но хотела бы сейчас обратиться к Раулю. Если мы посмотрим на экономические факторы с точки зрения латиноамериканского региона, но, я думаю, можно говорить и шире с точки зрения глобального юга, когда мы рассматриваем экономическую перспективу и мы смотрим на вопрос балансирования доверия и устойчивого подхода, а также уважения прав человека и конфиденциальности данных, что вы можете сказать по этим вопросам, как вы могли бы их прокомментировать в контексте вашего региона и глобального юга? Спасибо. Мне кажется, что совершенно ясно, что данные должны передаваться. Необходим поток данных. Они нужны для того, чтобы обеспечивать услуги, обеспечивать коммерческие транзакции, торговлю. И цель рамочной структуры – это обеспечивать свободный поток безопасным образом. Когда мы говорим об определенности и о юридической определенности, то, конечно, это на благо всех заинтересованных сторон и всех пользователей. Думаю, что это всем понятно и не требует дальнейших пояснений. В Латинской Америке у нас есть национальная и транснациональная структуры. У нас транснациональной структуры нет, в отличие от Европы, например. Есть национальные структуры. И поэтому нам в Латинской Америке и Карибском бассейне приходится иметь дело с 30 разными юрисдикциями. Для того, чтобы поток данных у нас свободно передвигался по всему региону, на благо экономического сообщества всего региона, нам нужно проводить время и уделять внимание обсуждениям с разными управлениями, с разными структурами разнообразных юрисдикций, вести открытый диалог с ними для того, чтобы прийти к единому соглашению. Иногда законодатели считают, что они защищают права человека, но на самом деле это имеет ровно противоположный эффект. И поэтому заинтересованные лица, вовлеченные в разработку политики, должны иметь право голоса. Спасибо. Это приводит нас к следующему вопросу, к вопросу юридических понятий. И с одной стороны у нас у всех общее видение, общее желание обеспечить безопасность населения, и обеспечить инклюзивность информационного общества, с тем, чтобы при этом обеспечивались все требования к защите данных. Но при этом, когда мы говорим о юридических соображениях и о реальных последствиях отсутствия доверия, то что здесь можно сказать, с вашей точки зрения, как представитель Евросоюза? Спасибо. Спасибо за этот хороший вопрос. Нам действительно нужно здесь найти баланс между юридическим вопросом, вопросами безопасности и транспарентности. Эти вопросы являются краеугольным камнем достижения безопасности и транспарентности. В конечном итоге это позволяет пользователю лучше понять, что мы будем делать с данными, а также понимать, какова юридическая рамочная основа или основы, применимые для них. Как вы знаете, в Евросоюзе мы говорим о декаде 2030. Мы видим это в многочисленных повестках, и в Еврокомиссии мы приняли индикаторы, которые позволяют нам отслеживать цифровую трансформацию Евросоюза, при этом предоставляя руководящие принципы государственным членам. Когда мы говорим о данных и о свободном циркулировании данных, которое тоже здесь упоминалось, это в частности означает цифровую трансформацию. А в том, что касается управления данных, и тут я возвращаюсь к вашему вопросу, эта прозрачность критически важна для потока данных, и нам нужен открытый и нейтральный интернет в рамках этой системы. Он должен быть функционально совместимым, заслуживающим доверия, и в то же самое время отвечать нашему видению. Цифровая среда – это ресурс, в то же самое время это и вызов. И 18-й АЧФ здесь, в Киото, стал свидетелем глубоких дискуссий, которые и нужны нам. Их нужно проводить с привлечением многочисленных сторон, с тем, чтобы получить разнообразие мнений, которые можно будет учесть в дальнейшей разработке программы действий. В этой связи, учитывая культурное разнообразие, лингвистическое разнообразие, все эти идеи управления данными имеют свои нюансы и будут актуальны для отдельных регионов и правительств. Когда мы говорим о данных, это также означает, что мы говорим о похожести системы данных, но в то же самое время мы понимаем, что важны открытые источники, и они имеют конкретные характеристики. Это огромный ресурс, который представляет нам интернет. Мы идентифицировали ряд решений, которые нам кажутся применимыми не только на региональном, но и на глобальном масштабе. Поэтому в заключение можно сказать, что прежде всего необходима транспарентность в том, что касается управления цифровыми ресурсами. Требуется также дослуживающая доверие рамочная программа с привлечением разных участников по всей цепочке ценностной, ценностной и в том числе цифровой ценностной цепочки. Хочу сказать, что интернет в данном случае не сильно отличается в этом плане от других видов продуктов и услуг в философском смысле. Вы здесь подчеркнули вопрос прозрачности и подотчетности, при этом говоря о том, что не стоит забывать о том, что во главе угла должен стоять человек и права человека. Мне кажется, это как раз и задает определение будущего в глобальном масштабе. Сейчас мы готовы выслушать вопросы и комментарии с зала. Мы хотели бы сделать эту сессию как можно больше интерактивной. Давайте сейчас начнем с вопросов, которые поступили от удаленных участников. Я вижу, что в зале тоже есть желающие что-то сказать. Вот как раз передо мной, сразу вас не увидела, стоит человек, желающий задать вопрос. И вот я вижу еще двоих. Но давайте все-таки начнем с удаленных участников. Спасибо. У нас есть вопрос от удаленного участника, обращенный представителю Китая о качестве данных. Когда она говорила о качестве данных, какие рекомендации она может сделать по качеству данных в контексте управления? Потому что иногда мы забываем о важности качества данных в этом контексте. Пожалуйста, вам вопрос. Я рада, что многих интересует вопрос качества и целостности данных. Из нашего опыта хочу сказать, при этом подчеркиваю, что мы работаем со многими партнерами. И я думаю, что работать нужно не только с научными кругами, но и с правительственным сектором, и с правительственными организациями, и международными организациями, чтобы консультироваться в глобальном масштабе. Мы также работаем с Международным комитетом по данным, по технологии, по науке. И эта рамочная структура включает в себя и принципы. Мы провели семинар в Найроби, посвященный принципам обмена данными. Мы учимся и на примерах развивающихся стран, рекомендациях ОСР, рекомендациях, связанных с пользованием данными, которые делают в том числе развивающиеся страны. Я была представителем комитета по развивающимся странам почти 20 лет. И мы собираем данные в Китае. Мы оцениваем их качество на предмет того, насколько они могут использоваться и насколько они функционально совместимы. И мы разрабатываем стандарты. У нас сегодня есть стандарты. И этот набор стандартов и руководящих правил позволяет нам понимать, как проверять, оценивать таблицы данных, специализированных данных, данных с изображениями и так далее. Мы обсуждаем это и с финансовыми организациями. Так это работает в Китае. И мне кажется, что эта система подходит для всего мира. К примеру, когда мы работаем в Южной Африке, когда мы работаем с университетом Кейптауна, мы работаем также в Азии, и мы сотрудничаем с университетом в Мексике. И таким образом все эти данные доступны. На этой неделе мы опубликовали существующие у нас данные, 102 тысячи напоров данных. Спасибо. Давайте теперь заслушаем вопросы из зала. Представьтесь, пожалуйста, перед тем, как задавать вопрос. Я из Нидерландов. Меня звать Аль Капос. Я представляю наш нидерландский IGF. И я хотел бы немного поделиться с вами нашей перспективой о работе с данными. Сегодня утром я присутствовала на сессии, посвященной происхождению интернета. И мы проводили параллель с управлением данными. Когда интернет начал расти на основании точек обмена данными и точек обмена интернетом, то же самое происходило с данными. Сегодняшняя сессия, в частности, была посвящена обмену данными МСМ. И эта сессия показала, как может работать сотрудничество на основании точек обмена интернетом. И хотелось бы, чтобы все страны участвовали в этой программе сотрудничества с тем, чтобы улучшить инфраструктуру, с тем, чтобы соединить все разрозненные центры по данным. Поэтому, если кто-то заинтересован в нашей программе, если хотите узнать о ней больше, свяжитесь со мной, и с удовольствием расскажу вам об этом. Большое спасибо. Уверен, что участники дискуссии, присутствующие здесь, обязательно с вами свяжутся. Мы участвуем в таких форумах, как этот, как раз для обмена опытом, знаниями и для того, чтобы создать экосистему. Сейчас, пожалуйста, начнем с этого. Вот от вас, пожалуйста, представьтесь и задавайте вопрос. Джакомо Мацони, представитель итальянского IGF. Я выслушал выступление Люсьена про европейский пример, какая-то общая консолидированная рамочная программа, рамочный механизм в области данных. Как вы считаете, можно ли повторить эту модель? Ожидаете ли вы, что в рамках саммита будущего, который состоится в следующем году, передача данных станет одной из тем, по которым будут выдвинуты предложения? Спасибо. Пожалуйста, представьтесь, какую организацию вы представляете и задайте вопрос. И, если возможно, кому вы его адресуете. Хорошо, справа налево. Меня зовут Назар Николас Керама. Я представляю IGF Танзании, а также являюсь президентом Танзанийского отделения интернет-общества. Мой вопрос касается политики в области управления данными. Сложилась такая ситуация, когда существуют большие дата-центры, которые концентрируют большое количество данных, и владельцами их являются горстка компаний, это Google, Meta, им подобные большие технологические компании. И, с другой стороны, сейчас возникает вопрос суверенитета данных. В случае возникновения такой ситуации, вот как сегодняшняя, когда данные сконцентрированы в руках небольшого количества компаний, как мы можем убедить страны не следовать политике обособленности своих данных, потому что они наблюдают за тем, как большие компании обрабатывают их данные, и это может потенциально представлять угрозу суверенитету стран. Каким образом соединить эти две противоречивые ситуации? Большое спасибо. Пожалуйста, представьтесь, какую организацию вы представляете, дайте вопрос и кому. Я представляю отдел по публичной политике одной из пиар-компаний. Интересная дискуссия. Изменения стандартах могут привести к потере данных, особенно метод данных, то есть те, которые отслеживают трафик, определяют паттерны вредоносного поведения, используются в целом для исследования, даже данные, которые отслеживают соблюдение законодательства. Поэтому вопросы доверия к данным, достоверности данных по-прежнему отсутствуют по большому счету в повестке органов стандартизации, которые делают упор на техническую часть. Так вот, как вы считаете, необходимо ли более плотно, с тем, чтобы организации по стандартизации более плотно занялись этим вопросом? Хорошо, и последний вопрос в данном раунде. Пожалуйста. Последний вопрос, затем раунд ответов и еще один раунд вопросов. Пожалуйста. Спасибо за предоставленную возможность. Меня зовут Сяо Бо Ян, я из Китая. Наш институт, институт ФУСИ, это некоммерческий исследовательский центр, финансируемый доктором Сяо Дун Ли, бывший вице-президентом ИКАН. Мы занимаемся исследованиями в том числе в области управления данными. Мы активно участвуем в процессе IGF, как в рамках Китая, но также и в молодежном треке. У меня несколько вопросов. Первый вопрос адресован Алисон. Алисон Гилбард. В течение последних нескольких дней я слышал, как нередко люди говорят о меняющихся временах, о том, что все меняется. Это относится и к изменению данных. Тут меняется и сам охват этого понятия, и другие параметры. То есть сейчас речь идет не только о защите данных, но также о доступе, качестве данных и других аспектах. Мы наблюдаем за тем, как свыше 100 экономик опубликовали правила по защите данных, и наш анализ показал, что некоторые из статей в таких законодательствах, в общем-то, совпадают. В частности, касается принципов индивидуальных прав на личные данные, а также при этом некоторые критические моменты отличаются. Это, например, определение личных данных, как раз об этом говорил Люсьен, а также правила трансграничной передачи данных. Все больше и больше людей осознают важность международных правовых рамочных механизмов в области управления данными. Необходим некий консенсус по управлению данными. Поэтому вопрос к вам. Как вы считаете, возможно ли создать некие международные нормы или рамочный механизм управления интернетом? Если да, то что должно быть включено в этот консенсус? Управление данным является частью глобального цифрового договора. Какие формулировки вы хотели бы увидеть в этом глобальном договоре касательно управления данными? Следующий вопрос направлен Раулю и госпоже Лю Чхуан. Сейчас существует множество международных платформ и организаций, таких как АДЖФ, ОЭСР, АТЭС, Всемирная конференция интернета. И на всех из них говорится о управлении интернетом. Как вы считаете, существует ли необходимость или существует ли механизм регулярного сбора результатов работы этих платформ? И ведь многие участники этого форума, этого собрания говорили о том, что мы не можем проводить каждую дискуссию с самого начала. Важно отправной точкой брать ближайший, самый последний достигнутый консенсус. Вот в рамках национальных и региональных инициатив могут ли такие НРИ играть какую-то роль в этом процессе? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Надеюсь, что вы записали вопрос. Я вижу, что вы ввели заметки. Пожалуйста, первый вопрос. Сначала мы будем отвечать на первый раунд, затем проведем следующий раунд вопросов и ответов. Пожалуйста. Итак, переходим к ответам. Очень много интересных мыслей и комментариев. Я не успел ответить на заданный мне вопрос в предыдущем раунде относительно балансирования подхода к развитию и так далее. Мне кажется, очень актуально было бы ответить сейчас именно на этот вопрос. Я не считаю, что необходимо находить компромисс между правами на развитие. Что нужно, это включить необходимости или требования, связанные с развитием, включить соображения, связанные с развитием, в процесс разработки нормативно-правых актов в этом области. Потому что в разных регионах существуют разные цели развития, разные потребности. Например, в Латинской Америке, я не могу говорить про Африку или за Африку, но, возможно, ситуация отличается у нас в Латинской Америке от Африки. Это первое. Далее. Прозвучало два вопроса о глобальном цифровом договоре и новых механизмах. Нет, я не думаю, что нам понадобится какой-то новый механизм. Я считаю, что глобальный цифровой договор будет включать какие-то положения по защите данных, но это будет на уровне принципов, основных принципов. И существует несколько подходов к защите данных, и все они заслуживают уважения. В западном мире есть GDPR, но это не единственный подход. Поэтому полезно собрать и сделать обзор, координацию, диалог по всем этим существующим правовым механизмам. Изучить ситуацию в странах, где используется другой подход, чтобы обеспечить их совместимость. Что касается суверенитета данных, то я предпочитаю не комментировать по данному вопросу, потому что для этого потребуется гораздо больше времени. Нет единого понимания о том, что подразумевается под суверенитетом данных. И здесь на фоне происходящих тенденций, деглобулигации неправильно вводить локализацию данных, фрагментацию. Это будет очень негативно сказываться на многом, в том числе и на бизнесе. Что касается стандартов, я не считаю, что необходимо участие представителей органов, ответственных за охрану данных в этом процессе. Важно, чтобы все директивные органы, все лица, определяющие политики, понимали, как работает интернет. Это базовая, отправная точка. Это особенно важно для людей, которые занимаются защитой данных. Спасибо. Я сейчас предоставлю возможность Алисон ответить. У меня есть мое личное мнение по подходу, связанному с глобальным цифровым договором. Алисон, не могли бы Вы, отвечая на вопросы, также рассказать о том, что глобальный цифровой договор является одним из столпов в деле достижения такого нового механизма. Далее по второму вопросу, который касается законодательства по защите данных и различного подхода. К нему спасибо. Я буду отвечать по вопросу представитель Китая с института Фу Диань, который говорил также о глобальном цифровом договоре. Во-первых, центры данных и вопросы расположения дата-центров, недостаточной защищенности суверенитета данных. Большинство из наших данных передаются за пределы континента, хранятся за пределами континента. И здесь важно иметь надлежащие правдовые рамки. Говоря об Африканском союзе, я могу говорить, так как я исследовала именно эту проблематику в нашем регионе, существует необходимость базовой инфраструктуры, как широкополосный интернет, цифровая инфраструктура, необходимая инфраструктура в области данных, а также цифровой ID для того, чтобы повесить степень доверия к этой цифровой среде, с тем, чтобы люди могли свободно действовать себя и безопасно себя чувствовать в цифровой среде. Конечно, во многом это опирается на вопрос инфраструктуры. Развитие инфраструктуры на нашем континенте неравномерно. И здесь пожалуй выходит на первый план вопрос субвенитета данных и локализации. Сейчас в странах можно говорить, что если мы обязуем страны иметь у себя свои собственные дата-центры, это не всегда оптимально, потому что, конечно же, облачные дата-центры, хранилища данных помогают снизить издержки, но при этом важно обеспечить их безопасное хранение, даже если они находятся на территории другого государства. Говоря о едином цифровом рынке, то мы просим, чтобы такая инфраструктура была развита по всему континенту. Нам уже предлагают вычислительные емкости, или емкости для хранения, например, в южной части Африки. Хотелось бы, чтобы таких хранилищ было построено больше, с тем, чтобы более эффективно использовать их во благо населения нашего континента. И здесь важно, конечно же, выстроить инфраструктуру, чтобы мы могли получать пользу от свободного потока данных. Далее, пускай даже у вас есть данные, но вы не можете их обрабатывать, вы не можете собирать оплату за них и прочее. Это снижает ценность данных, как публичную, так и коммерческую, общественную ценность, так и коммерческую. И вот очень важный вопрос был задан коллегой из Китая, исследовательского института. Это вопрос как раз управления, которое вызывает столько сложностей у нас на сегодняшний день. Действительно требуется консенсус необходимости глобальной структуры управления, какого-то глобального механизма управления. Ведь речь идет об изменяющихся технологиях, поэтому многие вопросы правоприменения, касается ли это дезинформации, защиты данных, многие вопросы требуют глобального управления, управления на глобальном уровне, тем, чтобы мы могли противодействовать большим компаниям, в которых сосредоточены большие полномочия, большой экономический вес. И многие страны уязвимы сейчас, их усилия фрагментированы, и существует тенденция склоняться к ненастоящему консенсусу, когда используются какие-то термины, связанные с правами человека, с человекоцентричным подходом, но исторически существовали проблемы или вопросы, которые игнорировались. Это то, что касается, например, экономической справедливости, этой части прав человека. Если мы посмотрим на право человека, право на защиту или неприкосновенность частной жизни, то, что эти принципы должны быть встроены, это крайне важно при выработке того самого нормативного консенсуса. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если люди не могут осуществлять свои права, потому что экономические условия или условия гуманитарные просто не позволяют это сделать, то необходимо решать эти проблемы. Поэтому глобальный цифровой договор это важный процесс. И здесь к нам даже специальный посланник по цифровым вопросам приехал сюда и рассказывали нам об этом. Но также важно, чтобы вот эти новые структуры решали вопросы неравенства и не усугубляли его. Как мы можем создать справедливые результаты? потому что в рамке прав первого поколения этого недостаточно, потому что недостаточно для обеспечения равенства. Спасибо, Алисон. Чарльз, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Спасибо. Я хотел бы ответить на вопрос по потере утечки данных. Мы знаем, что компании не могут использовать такие утечки в соответствии с законодательством о защите личных данных. Не забывайте, что сейчас мы говорим об искусственном интеллекте. И эта вещь во многом зависит от данных. И поэтому, говоря о правах, в том числе интеллектуальной собственности, важно найти правильный баланс между тем, что необходимыми для оперирования систем данных или защиты личных данных. Поэтому позвольте также ответить на вопрос относительно того, когда мы храним данные в другой стране. Конечно, зависит от национального законодательства. Некоторые государственные органы, даже частный сектор, им не нравится хранить данные в другой стране. Но если мы вернемся на несколько лет назад, когда банки, много лет назад, банки, то есть когда вы задумываете о том, куда положить деньги, вы в первую очередь думали о репутации банка, безопасным ли вы считаете этот банк, надежным. Данных можно мыслить таким же образом. Если вы хотите, что данные хранились безопасно, чтобы они были в том числе физическая безопасность была обеспечена, так выбирайте эту компанию, которая обладает хорошей репутацией. Но это опять же возвращается нас к вопросу законодательства. каждой из стран с тем, чтобы вы поняли, что это просто разрешено с точки зрения закона. Спасибо, Чарльз. И теперь ваш ответ, пожалуйста. Да, по платформе это новый инструмент с тех пор, как появились данные. Это, по сути, такой ускоритель, так что без платформы данные у нас не будут сохраняться вместе, в одном месте в сети. Однако платформы, тем не менее, бывают разные. Некоторые платформы и проекты, платформы основаны на поддержке определенных целей, то есть они целенаправленно создавались для чего-то, под какую-то организацию, под определенный проект. И это такая платформа, отличающаяся от других, это вполне понятно. Но потом в рамках, и этот проект может быть краткосрочным, допустим, трехлетним, после того проект закрывается, и при этом он может закрыться через несколько лет после окончания своей работы. и риск в данном случае заключается в том, что данные могут быть утеряны. И в данном случае Международный Совет по науке разработал программу, которая обеспечивает международную систему данных. И это центр международных данных, это место хранения данных, глобальное. Отсюда возникает требование, чтобы любой член такой системы хранил бы данные долгосрочно и имел бы доступ к такой системе. Это еще один тип платформы. Я предлагаю, чтобы национальные и региональные IGF инициативы способствовали бы такому развитию и таким образом обозначили бы существующие риски. Некоторые платформы перед тем, как закрыться, должны осуществлять помощь всем, чтобы перевести эти данные и мигрировать данные куда-то еще, чтобы обеспечить сохранность этих данных и предотвратить возможную потерю или утечку. Может быть, требуется новая платформа или потребуется опять получить доступ к старой системе или платформе, поэтому она должна быть функционально совместимой. Спасибо за такой вопрос, я рада возможности на него ответить. Спасибо за ваш ответ. Лусьян, могу я вас попросить посмотреть на вопросы в этом раунде, если что-то вас интересует, может быть, вы ответите на то, что в вашем ведении. Спасибо, я постараюсь быть кратким, потому что у нас сессия через 15 минут подходит к концу. Прежде всего, что касается применения на международном уровне и касается юридических стандартов международного уровня, во французском праве, к примеру, никто не должен быть вне закона. И я думаю, что этот факт как раз соответствует международной версии законодательства. Что мы можем сделать для того, чтобы лучше понимать права и законы? Прежде всего, мы должны разрабатывать рамочную структуру, которая доступна всем, легко, понятна, как гражданам, так и представителям правительства. Кроме того, эта структура должна быть разработана в рамках международных организаций. Ряд вопросов здесь касался международных договоров, посвященных цифровой деятельности и возможности интеграции. Ряд вопросов был посвящен управлению данными и управлению искусственным интеллектом. Аналогичным образом искусственный интеллект сегодня это то, что еще вчера мы называли компьютерной математикой или машинным обучением. и одно необходимое для существования другого и наоборот. То есть ИИ сегодня основана на тех данных, которые когда-то собирались путем машинного обучения. Поэтому этот глобальный договор можно рассматривать как возможность укрепить международное сотрудничество, которое упоминал генеральный секретарь Гутерреш. И я думаю, что это может придать новый импульс работе IGF. Об этом уже говорили мои коллеги. Это может служить запуску новых инициатив, которые помогут нам объединить основные выводы дискуссий, которые происходили здесь на этой неделе и между региональными и страновыми IGF работа со всем населением и с гражданским обществом и с другими структурами. И в заключение хочу сказать. Евросоюз, как вы знаете, сегодня входит или уже находится в цифровой декаде 2030. Мы сегодня смотрим на подход к ИИ, который ставит в углову угла человека. То же самое касается новых технологий. Мы сегодня редактируем текст, который как раз занимается этим вопросом, главной темой которого является вопрос доверия цифровому миру со стороны людей. Это поднимает вопрос граждан и понимание гражданами, что стоит здесь на кону. И я в заключение хотел бы вернуться к вопросу образования и понимания того, что представляют собой данные, что мы можем делать с данными и понимание того, когда цифровая услуга или пользования данными искусственным интеллектом. Как это происходит и зачем? Это требует прозрачности и ответственного подхода. Спасибо за ваш ответ. Да, действительно важно иметь грамотность, важно понимать, как именно пользуются данные, используются данные. Важно, чтобы как можно больше заинтересованных сторон принимало участие в принятии решений. Я еще раз даю возможность желающим подойти к микрофону, взять слово. Просьба к вам быть краткими. И у нас есть вопрос от удаленного участника. Давайте я вначале его зачитаю. Вопрос от Махама Хабид из республики Чад. Я благодаря... Я тут вижу перевод на английский этого вопроса. Спасибо, Люсьен, за это. Я хотела бы услышать ответ о сборе данных правительствами и о том, как компании могут здесь сотрудничать с правительствами и какие здесь есть последствия с точки зрения кибербезопасности. Спасибо. Давайте выслушаем остальные вопросы из зала, прежде чем ответить. Я из Шри-Ланки. глобальные вопросы требуют глобальных решений. В 2019 году Виндсерф предупреждал, что структуры управления данными могут стать инструментами насилия. Он сказал об этом в интервью BBC. И сегодня мы видим, что на самом деле GDPR и также предлагаемые законодательства в Шри-Ланке по безопасности интернета, а также законодательства Соединенного Королевства по онлайн безопасности представляют описание того, что мы можем назвать практикой управления данными. Но тем не менее много еще предстоит сделать. нам нужно поддерживать организации гражданского общества, которые работают над тем, чтобы создать практику благого управления данными. Я просто хочу сказать, что над этим нужно продолжать работать. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Тамара Лашнер. Я координатор бразильского IGF. У меня комментарий. хочу повторить слова коллеги, который говорил о важности доверия в области процесса управления данными и подчеркнуть, что важно пользоваться данными во благо. Тогда, как у всех, должна быть возможность извлекать выгоду из использования данных, а не страдать от этого. Принимая во внимание новые технологии, ответственное управление данными приобретает еще большую важность. Это широко обсуждалось в рамках этого IGF и других формов по управлению данными, таких как бразильский IGF. Существуют структуры, которые обеспечивают обеспечение защиты данных. И Бразилия, как и другие страны, имеют законодательство на предмет такой защиты. В нашем случае, как уже говорил об этом Рауль, у нас существует закон о защите данных. Есть и другие стратегии, которые продвигают идеобразование и грамотность среди населения в области использования данных. А также ответственное использование данных. Давайте вместе еще раз объявим о своей приверженности работать вместе с привлечением заинтересованных сторон с тем, чтобы разработать международные стандарты по управлению данным. Спасибо за возможность высказаться. Следующий, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня звать Себастьян Машаре, я член IGF Франции, я координатор работы форума во Франции. Мне кажется, важно сегодня говорить на разных языках, на языках Организации Объединенных Наций, иначе мы потеряем разнообразие наше культурное и лингвистическое. Я хотела упомянуть динамичную коалицию ценностей, которая лежит в основе интернета, и я думаю, что важно, что мы проводим IGF на региональном и государственном уровнях. Вот что я хотела сказать. Какой вы видите эволюцию связи между анонимными данными и ответственностью защищать личные данные людей? Как вы можете защитить себя при этом, если вы не знаете, кто вас атакует? Спасибо за вопросы. Давайте теперь попробуем на них ответить. Спасибо. Спасибо, Себастьян, за то, что вы сказали. Очень важный момент. я процитирую Бернарда здесь и скажу, конечно, это не дословно, но я смысл попытаюсь повторить. Я думаю, что здесь у нас невежество опаснее всего. Мне кажется, Себастьян именно это имел в виду. Мы не хотим получать никакую информацию, которая на самом деле является ложной. И здесь главный способ решения этой проблемы это информированность, это работа с грамотностью над тем, чтобы сделать пользователей грамотными. Как сделать так, чтобы необходимые данные были у пользователей, чтобы отфильтровывать ложную информацию, я считаю, это важным. В то же самое время, я думаю, что и в предыдущем вопросе тоже это отражалось. Тут вопрос заключается в том, что я, как пользователь, должен дать свое согласие на то, чтобы мои данные в том или ином виде присутствовали в интернете. у меня просьба ко всем отвечающим быть краткими, у нас осталось мало времени. Спасибо. Я хотела ответить, когда здесь речь шла о страновом законодательстве в области интернет-безопасности, я как раз раньше хотела об этом сказать. это вопрос легитимности, вопрос верховенства права, и дело здесь даже не только в разработке такого законодательства, но и в том, как происходит правоприменение. Я хочу вернуться к вопросу Шиланки и о том, какое законодательство сейчас там разрабатывается, и о том, как государственное общество принимает участие в организационном процессе, в процессе планирования этого законодательства, который происходит, этот процесс происходит и в Соединенном Королевстве, и в США сегодня. По сути, мы должны работать так, чтобы не препятствовать свободе слова, свободе самовыражения. При разработке такого законодательства мы должны помнить о важности конституционной защиты прав человека, в том числе права голоса, свободы слова. Думаю, что, когда мы говорим о защите против киберпреступности, то очень важно, чтобы были эти защитные механизмы встроены в законодательство, чтобы не подвергать людей опасности уже с другой стороны, пытаясь защитить их от киберприсутствия и киберпреступности. Да, это очень важный аспект. Спасибо. Рауль, вам слово. Был вопрос или комментарий, выражающий озабоченность о том, как правительство управляет данными и как происходит передача данных между частными компаниями и правительством. мне легко на этот вопрос ответить со своей стороны. Правительство, конечно, несет ту же, если не большую ответственность соблюдать законы, уважать законы. Исключения здесь быть не может. Да, я знаю, что в некоторых странах могут давать некое оправдание разным практикам управления данными, но я думаю, что демократические страны, свободные страны предполагают, что их правительство несет ту же ответственность, если не большую ответственность, защищать данные пользователей, чем частные компании. И я думаю, в ситуации в Латинской Америке нужно тоже об этом помнить. Если происходит передача информации от правительства частной компании, то это должно происходить четко в рамках закона. Спасибо. Джон Чан, вы могли бы как-то тоже прокомментировать вопросы? Да, правительство действительно владеет большим пакетом данных, проектными данными, большими данными. И это очень ценные данные. Поэтому, если мы говорим о передаче этих данных частному сектору от правительства или исследовательским институтам для широкого использования, это сложный вопрос. В Китае у нас есть политика, которая информирует такое поведение и руководит тем, как именно можно эти данные передавать, как можно ими пользоваться и как государство может передавать данные частному сектору. Существуют правила на это и есть лицензии по пользованию данными. Мне кажется, что это полезно, целесообразно. Больше данных необходимо сделать доступными для того, чтобы общество могло пожинать плоды такой работы. Спасибо вам за эти ответы. Люсьен, вы можете ответить? Я тоже буду краток. Что касается защиты данных, во Франции мы можем вернуться к закону 1978 года и созданию комиссии. Речь идет о защите персональных данных, неприкосновенности частной жизни. По более широкому вопросу управления данными, то здесь необходимо регулировать доступ к данным и на этот счет есть много исследований. Доступ к данным также открывает двери к злоупотреблениям. Далее по вопросу дезинформации это тоже перекликается с доступностью данных для простых граждан. Говоря о положительных аспектах, то необходимо наращивать прозрачность сотрудничества с тем, чтобы по-настоящему улучшить модель управления. Прошу прощения, к нам должен был присоединиться еще один участник дискуссии, но он не смог. Я постараюсь резюмировать то, о чем он хотел сказать, потому что времени осталось совсем мало. Итак, очень сложно находить какие-то решения сложным вопросом, с которым мы сталкиваемся. Это касается управления интернетом на глобальном уровне. Растет разрыв между сложностью вопроса безопасности данных, а также нашими возможностями, нашим техническим потенциалом на глобальном уровне. Далее. подход с привлечением заинтересованных сторон может помочь в достижении конкретных результатов в этом направлении. Вот как раз основные мысли вкратко и четко. Наш коллега из Нигерии Сигун Олопилия надеюсь, я правильно произнесла имя. Спасибо вам за резюме. Хотелось бы предоставить возможность всем из наших докладчиков вкратце выступить с заключительным словом. Времени осталось очень мало, буквально по минуте на каждого. Спасибо. Говоря об обзоре или резюме, то хотелось бы сказать, что много комментариев было онлайн по итогам нашей дискуссии относительно безопасного хранения данных. наоборот, что данные нужно хранить где-то в независимом хранилище, потому что вдруг что-то произойдет, условно говоря, пожар у вас, поэтому много мнений, хранение данных в облаке, например, хранение в другой локации, в другой части страны, для того, чтобы эти данные хранились надежно. Если хранить все данные в одном месте, то в случае любого чрезвычайного происшествия это, конечно же, повлияет на хранилище данных. Кто-то даже советует хранить на различных облачных хранилищах или в различных секциях таких хранилищ. Далее по вопросу суверенитета данных здесь тоже многие говорили о соответствующем законодательствах. Даже если эти данные хранятся в другой стране, они должны подчиняться вашему национальному законодательству, потому что владельцем данных является ваше государство. Вот таковы вкратце итоги дискуссии и комментарии онлайн. Спасибо, благодарю всех за интерактивную сессию. Мы постарались вместить все мнения, выслушать всех, ведь мы работаем с привлечением заинтересованных сторон, это наш общий подход, и мне кажется, что у нас была весьма репрезентативная дискуссия, представители из различных регионов высказались по данным вопросам. Я благодарю вас от лица IGF и от себя лично. Давайте аплодисментами поблагодарим наших экспертов и закончим сессию на этой ноте. Спасибо. 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 Спасибо.